Дети войны Отчаянный гром Ленинградский Гремит метроном Неумолчный Гремит метроном Дети войны Конечно, в детстве тоже мы играли в свое время войнушку. Когда увидели фильм в 1942 году, нам показали фильм Чапаева. Мы все бегали с саблями. Кто еще делал? Из елки елку вырубали, делали саблю. А война началась мне было три года. Отец на фронт уходил, я помню этот период. Он меня убил. Заплакал тоже, я заплакал. Война очень страшная, конечно, она намного унесла жизни. Дедов наших, братьев, отцов, как говорится, всех. У меня так вот, два брата погибло, отец один только пришел с войны. У матери тоже три брата погибло, один пришел. Очень много жизней унесло. Было обычное летнее утро 22 июня 1941 года. Взрослые занимались привычными делами, дети играли в любимые игры. Никто и не подозревал, что мирная жизнь скоро закончится, и на устах будет только одно слово – война. Среди тех, кто испил чашу войны, полную страданий, голода и унижений, были и дети. У целого поколения людей война украла детство. 21 числа я снесла документы в медицинское училище, возвращалась домой. Мы жили на Ленина. И вот, когда я подошла на Максима Горького, на углу Максима Горького и Ленина большая-большая толпа. Вот где сейчас детский мир, было двухэтажное зеленое деревянное здание. И рупор радио, громадный такой, был прикреплен на этом здании. Я остановилась. Говорит Молотов, началась война. Медсестрами нас готовили. Их все время ходили мы на практику. На практику ходили в лесомеханический техникум. Там госпиталь был. В первой школе был госпиталь. В доме культуры на Советском. В основном мы перевязывали раненых. Ходили. Да, госпиталя были. Иваку-госпитали и тыловые. Тыловые уже, когда наши стали наступать, иваку-госпитали ушли. Тыловые еще долго были у нас здесь, в Череповце. Ну, в основном-то, что мы ходили на практику? Перевязывали раны, сменяли повязки. А школьники ходили, очень много было с концертами, с письма писали раненым, которые не могут. То есть брали шество над госпиталями. Вот дети. О войне я знаю, что это ужасное время, когда многие люди умирали, погибали. Это очень много разбитых семей, судеб. О войне мне рассказывала моя бабушка. Также я занимаюсь в историко-краеведческом клубе «Исток». Бабушка мне рассказывала о том, как она жила в это время, в своем детстве. То есть, как она встретила эту войну прямо лицом к лицу. Она рассказывала, как они сидели в песочнице с сестрой и видят, что едут мотоциклы и слышат немецкую речь. Кричат, они забежали в дом, мать в истерике. Ничего не понятно. И это очень страшно, на самом деле, слушать это. И очень много эмоций. Я не представляла этого. Потому что такие мысли очень страшные. Не представить этого. Если ты этого не пережил, то просто не почувствуешь эти боли, этого страха. Они, конечно же, очень боялись за своих отцов. Они боялись за матерей. Их мысли были лишь о том, как выжить, как пропитаться. Сейчас дети думают совершенно о другом. О том, как получить новые мобильные устройства или как посидеть в интернете. Ценности очень сильно изменились. И я думаю, что это плохо. Самое страшное для меня не бомбежки, которых, собственно, я и не видела в Ологде, а голод. Это было очень страшно. Даже сейчас вспомнить страшно это слово. Все время хотелось есть. И единственное, на что мы могли рассчитывать, это на продуктовые карточки. Поскольку отец и мать работали, мы только с бабушкой стояли в очередях. Часто ночью. Но летом-то еще ничего. А зимой было, конечно, очень холодно. Темно, страшно. Хлеб с каждым днем становился хуже. Дети помогали взрослым, хотя и небольшие были. Во-первых, мы все, что было дома ценного, а было ценное только медные подсвечники красивые, это мы сдали армии. Потом все время собирали посылки, научились шить кесеты, вязали носки. И вот это все сдавали. Спасаясь от голода, мы семью разорвали. Папа остался в городе, а мы уехали в район. Мама по профессии была зоотехник, поэтому работа ей нашлась. Так я познакомилась и с деревенской жизнью. Ну, там, конечно, тоже было не очень сладко, но выжить можно было. Дали нам в бараке комнату и кормили, например, суп гороховый, где одна горошина другую догоняла. Ну, ничего. Лакомство было. Лепешки из гнилой картошки. Мне бабушка рассказывала, что за хлебом ходили на Советский проспект, где стояли в очереди по несколько часов. Бабушке всегда хотелось есть. Она просила у нянюшки, но та отвечала, мать придет и накормит. Тогда бабушка ложилась на пол, притворялась мертвой и старалась не дышать, как будто умерла от голода. Она надеялась, что ее пожалеют и накормят. Соседки и ласточки нажили еще хуже. Прабабушка рассказывала, что подружка бабушки, Надя, у которой живет пух от голода, приходила к ним и просила щей, кашу. Ее кормили. Прабабушка жалела, что дети росли без мам. Поверьте, самое страшное, что в своей жизни помню. Когда бегаю по улице, и мама в окошко кричит в 6 часов, Галинка, ложись спать. Мама, рано. Да те запросишь. Извините. В школе давали нам по 50 грамм или по 70. Вот такой кусочек тоненький напополам буханки была. Как мы ждали большой перемены, чтобы съесть этот кусочек. Город не бомбили. Нет. Но бомбили у нас железную дорогу. Все подступы к Ленинграду, чтобы закрыты были. К нам иногда осколки, ну где-то там поблизости, ребята бегали, мы нет. А мальчишки бегали и приносили нам от снарядов какие-нибудь предметы. А уже вот в марте, помню, утро, часов в 5 утра, к нам в окно стучат. К нам привезли из блокадного Ленинграда двоих сестер двоюродных. Вы знаете, вот и сейчас помню их лица. Они были серыми. Вот что у нас было, сейчас, наверное, так никогда нигде не встречают. А что было у них? Они всегда... Мы всегда им подавали последний кусок. Мы были очень доброжелательны. Ну, может быть, война нас всех вплотила. Но сейчас такого не встретишь. А в ту пору это было обязательно. Череповчане тоже внесли свой вклад в дело победы над фашистским захватчиком. За годы войны жители города собрали на нужды фронта более 10 миллионов рублей и облигаций. Отправили фронтовикам 500 полушубков, 2000 пар валенок, более 2000 курток и плащей, 2500 комплектов теплого белья и более 4000 пар рукавиц. Учащиеся череповецких школ тоже не оставались в стороне. Так ученики первой школы собрали деньги на танк и самолет. Юный истребитель. На оборонных работах побывали свыше 20 тысяч череповчан, в основном женщин и детей. От темна до темна они рыли траншеи, противотанковые рвы, ставили ежи, наматывали колючую проволоку. Взамен получали баланду. В воду добавлялось немного муки и соли. Поразило то, что дети войны, они жили наравне со взрослыми, работали на заводе. Многие даже воевали, как взрослые, на войне. И это даже если они не воевали, но это все равно, я считаю, как герои они. Трудно, конечно, это представить, потому что, ну вот как бы словами-то, конечно, можно сказать, что да, смог бы. Но на деле, ну там снаряды делать сутками, это не знаю, нет, наверное, скорее всего. Я пока была небольшая, я ходила в Дом пионеров, а потом уже перешла в Дом культуры. Я ходила там в театр, мы ставили пьесы, очень много ходили по госпиталям, помогали раненым, писали письма, они нам диктовали, кто не мог писать. И очень были рады, когда мы приходили, мы пели для них, и частушки, и военные песни. Все было для раненых. Когда исполнилось мне уже 16 лет, вот у меня уже и началась тут трудовая военная жизнь. Меня куда только не отправляли. Я была на Лесозаготовках в Уйте зиму. Я была на кирпичном заводе под Вологдой. Мы выгружали гонки, которые были там, около завода, около больницы городской. Выгружали наберег. Нам это все было не под силу. Мы такие голодные, такие молоденькие, одеть было нечего. И вы знаете, а все знали, что это для фронта, для победы. Никаких уже переговоров, ни споров, никто это не делал. Немецкие самолеты так часто прилетали в Череповец. Летали низко. Мы видели, мы уже слышали, их гуд, гул отличался от наших черных, на крыльях свастика. И, ну, как-то вначале мы очень боялись, а потом уже мать нам запретила бегать в окопы, что погибнем, да все вместе. Вот что пишет в годы войны одна из череповецких газет. В школах города организуются бригады для работы на трудовом фронте. 14 июля отправляется на Синокос в колхозы большая группа учащихся старших классов второй школы. На днях бригада старшеклассников из этой школы работала на Череповецкой пристани на погрузке грузов. С каждым днем растет в нашем городе число школьников, желающих выполнить свой долг перед Родиной, помочь старшим в работе на трудовом фронте, а этим помочь и Красной Армии быстрее раздавить фашистскую гадину. С клубом «Исток» я езжу уже два года, вот в этом году будет третий, в Любань, поисковая экспедиция Любань. Самое желанное – это поднять бойца. И вот самое-самое-самое желанное – это чтобы он был со смертным медальоном, либо с медалью с какой-нибудь номерной, чтобы потом определить, кто это, личность. С раскопов обычно там же болото, возвращаемся, это холод, охота есть такое. Но, слава богу, это мимолетные чувства такие, ну, часа два, может, тебе голодно, холодно. Потом ты приходишь, тебя обычно ждет ужин, все такие сначала злые, хотят есть. Все поели, все счастливые, все, можно отдыхать. А в то время, нет, я не представляю, как я бы, наверное, несколько дней прошил без еды. Вот, ну, правда. Мне бы было очень трудно, наверное. Когда есть все понятное дело, о чем мечтает нынешняя молодежь, а там же ничего не было, получается, вообще ничего. Там даже еды почти не было, о чем люди мечтали. Чтобы не голодать, скорее всего. Я бы не задумываясь, наверное, пошел вот как бы за страну. Я просто такой патриотичный человек. Я родился в 43-м году. Это уже когда немцев гнали из Черниговской области. Новгород-Северский, когда взяли, мы это уже в таком, все состояния были в таком, что это... Они немецчину отправляли, много народу, молодых всех брали, сжигали Семеновку нашу, сжгли. Всех евреев, 800 человек, загнали в деревянную эту церковь и сожгли. У нас там памятник есть, стоит. Вот так орудовали. И люди, чтобы не попасть, не поубивали, договорились и приплыли реку. Пулемерчик засел на церкви. Туман был большой как раз. И все равно сквозь туман очень много народу погибло тогда. Мы очень плохо жили в детдоме, потому что связи никакой. А как раз такое время было, что доставки никакой нигде не было. Вот то рыбы наловим в лесне, то за щавлем летом набивали под рубашку их. Конечно, сейчас дети уже не такие, как в войну, старались все это и помогать. И все, аж сейчас они комятся хорошо сейчас. У нас нечего есть было. Просто послевоенное время Черневщина разграбленная была. Строений много. Ну, разрушено все было. Землянка привезли. Это очень страшно. Я представляла себя на месте детей, которые жили в Ленинграде. Я представляла, как они голодали и сколько времени они жили в таком страхе. Думаю, они спасались большой верой в то, что они победят войну. И спасались письмами. Жены очень ждали писем о своих мужей с фронта. И вот такой надеждой они жили, проживали это страшное время. Пытались выжить и прийти обратно в свои семьи. Ну, и потом уже думали о светлом будущем. О том, как это все закончится и как они будут жить. Сейчас дети-подростки, я думаю, они не могут представить то, о чем мечтали дети, которые жили в войну. Дети, которые жили в войну, наверное, для них самое главное было, чтобы их родственники попришли, чтобы их отцы выжили, чтобы матери смогли пережить это время. А сейчас некоторые даже не заботятся о своих родителях, не думают о них совсем. Поэтому разница просто колоссальная. Когда кончилась война, утром рано нам стучат в окна. Тетя Женя, война кончилась! Вы знаете, все бежали, город как сумасшедший стал. Кто ревел, кто смеялся, кто плясал. Ну, кто во что гораст. Вот я помню этот день. Все такие были счастливые. И мы не верили, что война кончилась. Мы не могли поверить, потому что это столько лет. Мы страдали, столько лет голодали. Нам нечего было надеть. Перешивали заплатами. И кто, во что гораст. Ходили такие. Ну, что было делать? Надо было спасать фронт. Надо было кормить солдат. И поэтому, конечно, мы даже вот подростки, мы все понимали. Все понимали, что надо, надо все для фронта. А потом везде же плакаты были. Все для фронта. Все для победы. И мы в это верили. Что придет когда-то Акапут этому немцу. Придет. И мы воспрянем. Я хочу, пожалуйста, чтобы не было войны у нас. Они этого не знали бы, деды наши. Внуки, правнуки. Чтобы они это не знали бы. Сегодняшние молодежи только так, чтобы память у них о прошлом, о дедах, как прожили мы жизнь, не уходила никуда. И то, чтобы они были честными, жили не только для себя, но для близких и для общества. И главное, чтобы не было войны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»